Добрый вечер, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на каналах НВК Саха и каналах Мамонт. С вами работает Дарья Анкехова и Власий Сергеев. Вы смотрите программу Спортклуб. Да, все верно, дорогие друзья. Мы работаем в прямом эфире и первый блок нашего сегодняшнего выпуска будет посвящен компакт-спортингу, этому замечательному виду спорта. Ведь у нас есть замечательный повод говорить именно об этой дисциплине. Недавно в Венгрии прошел чемпионат мира по этой дисциплине и наш именитый стрелок Аял Макаров зашел на первую ступень педестала почета мирового первенства. И мы с большим удовольствием представляем вам нашего сегодняшнего почетного гостя серебряный призер чемпионата мира по компакт-спортингу. Дорогие друзья, перед вами Аял Макаров. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, конечно, во-первых, мы очень любим поздравлять спортсменов. Нам им везет, кстати, в Власии, потому что еженедельно мы чествуем наших спортсменов. И, конечно же, примите поздравления от нас. Ну и расскажите, пожалуйста, о своих эмоциях и впечатлениях именно от прошедших соревнований. Чемпионат мира по Венгрии прошел замечательно. Участвовали 35 стран, 745 участников было. И была жесточайшая конкуренция. Я сам сейчас до сих пор сам в шоке, почему, как я так выступил. Потому что цена одной промаха – это очень большая потеря. Первый день я выстрелил из 50-50, вырвался в лидеры. Второй день из 50 попал 49. Тоже в лидерах был. Третий день попал 48 из 50. Нас было трое с одинаковым очком. И в последний день я в тяжелых площадках попал 49. И вышел на перестрелку с французом за первое-второе место. И проиграл на одно очко. В итоге занял серебряную медаль. Получилось так, что в заключительный соревновательный день вы набрали одинаковое количество очков с Шарле Бордо, с представителем сборной команды Франции. И вот перестрелка. Какие ощущения были в этот ответственный момент? И чего не хватило, по вашему мнению? Дело в том, что на перестрелку я вышел совершенно спокойный. Потому что в таком соревновании, в чемпионате мира, где собрались многократные чемпионы мира, Европы и континента, я думал, что минимум есть серебро. И был совершенно спокойный. Но все-таки старался за золото биться. Но он профессиональный стрелок. У него свой клуб. Давно занимается профессионально стендовой стрельбой и спортингом. И, видимо, опытом меня победил. Так, и еще мы впервые в новейшей истории России команда мужчин заняла золото. В составе команды Маргун Дмитрий Москва, международного класса мастер, отличный стрелок. И Николай Виктор, тоже Москва. Оба очень хорошие стрелки, постоянные мои соперники. Все рядом стреляем. И в этом году Федерация Спортинга действительно поставила самых лучших стрелков в сборную команду России. И мы, все иностранцы, все страны были в шоке, что такого еще не было. Что золото команда в составе престижнейшем завоевала Россия. И мы гордо слышали и стояли на первом стрельбе перестала. Действительно, стоит отметить, что это воистину историческое достижение. В современной истории российского спорта именно в этой дисциплине наша команда завоевала золото, опередив сборные Испании и Франции, которые заняли вторые и третьи места соответственно. Ну и обратим внимание на трофеи, которые Айал принес с собой в студию. Как я понимаю, тот, что побольше, это в личном первенце. И кубок тот, что поменьше, это командный. Такие интересные кубки, своеобразная такая стилистика у них. Да, и в этом году такие кубки хрустальные, типа вазы сделали. Ну то есть даже им будут пригодятся потом, да? Да, и пригодятся в хозяйстве. Отлично. Ну вот если вы говорили о том, что французский спортсмен, да, это опытный спортсмен, и у него за плечами такое огромное спортивное будущее, вот расскажите о своем, о, спортивное прошлое, расскажите вот о своем старте, во сколько лет вы вообще пришли в профессиональный спорт? Это очень интересный факт. Ну, я начал поздно, давно интересовался этим видом спорта. Раньше и боксовал, и кикбоксинг, и хабсагай там, в футбол играл. Ну, в одном месте не сидел. Потом в 2003 году, мне было 306 лет, благодаря другу, нашему президенту Федерации Ивана Константиновича Макарова, мы в этот спорт вошли, и вошли так усердно. Через три года я выполнил мотив мастера спорта, а через 10 лет я в 2013 году выиграл чемпионат мира, и постоянно стреляю в составе сборной России, и постоянно, ну, занимаю нормальные места в различных турнирах. В 2015 году в Европу выиграл, и вот последние два года я не выступал, потому что у меня были травмы ноги, я в футбол играл, бросил футбол, потом вылечился вроде бы, и начал опять ездить, и в этом году повергли в шок всех зарубежных стрелков. Показали, да? Да, ну, Айал, получается, вы пришли в мир компакт-спортинга, именно профессионального вида спорта, да? Достаточно поздно. И очень интересно, да, вот сколько же молодых парней у нас сейчас в республике тоже могут повторить хотя бы половину того, что вы добились. И как раз-таки на этом мировом первенстве у нас дебютировал один из самых перспективных стрелков республики, это Рамир Николаев из Вилюйского Улуса, и он по итогам о состязании занял 29-е место в турнирной таблице. Как можете охарактеризовать его как человека, как спортсмена, и что можете сказать насчет его перспектив? Рамир Николаев – это наш спортсмен, который подает надежды. Он сын нашего мастера спорта Артура Николаева, и Артур Николаев является действительно настоящим отцом. И с малых лет он натаскал его, сам тренирует, и он в этом году в большом спортинге занял чемпионом России стал, в компакт-спортинге занял третье место, и в дальнейшие тренировки он подаст большие надежды. Ну, в нашем спорте, конечно, видимо, чуть-чуть талант нужен, потому что многие ребята занимаются, поэтому надо, чтобы технические навыки нужны, глаза чтобы были. Я достаточно зрелый спортсмен, но возраст не такой уж молодой, но люди до 60 лет стреляют нормально, успешно. Поэтому еще и есть время для занятий. Так как наш спорт еще дорогой, прежде всего я же не профессиональный спортсмен, а прежде всего предприниматель. Зарабатываем мы сами средства, чтобы ездить. Не каждому, да? Иногда госпорт помогает, в зависимости от успехов твоих в российских чемпионатах. И в этом году я чемпионом еще России стал, и кубки выиграл. Поэтому этот год у меня весьма удачный. Урожайный. Урожайный. И по итогам вот этих выступлений, я вроде бы по своим подсчетам, ребята складываю. Вы и Эй, у меня баллы уже перешагнули на заслуженной массе спорта. Да, вот на этом моменте становится поподробнее. Вот у нас есть второе место в личном первенстве, есть золото в командном. И успехи на прошедшем мировом первенстве позволили вам выполнить норматив заслуженного мастера спорта. И это, безусловно, потрясающее достижение. И давайте вот начнем с ваших эмоций, да, по этому поводу и о системе распределения баллов. За чемпионат мира даются 75 баллов, чемпионат Европы 35 баллов. Это мы говорим, если занять первое место, да? Да, занять первое. За второе место в чемпионате мира 50 баллов, и в чемпионате России дают 10 баллов. Итого должно быть у тебя 150 баллов. Но у меня 170 уже баллов. Отлично. Поэтому не знаю, как присвоить, не присвоить. Но будем стараться. Будем дальше выступать. Ну а для вас, если вот мы все-таки забегаем вперед, да, вот такое спортивное достижение, как это звание, оно для вас как-то, знаете, даст еще больше толчок к дальнейшему покорению? Или все-таки вы достигли и... Нет, конечно, я сейчас буду стрелять, пока глаза смотрят. Глаза вроде бы... Ну здоровье. Я каждое утро зарядкой занимаюсь, тибетской там, упражнениями тибетскими. В плавание стараюсь ходить. Время найти. Друзья зовут Хабсагай. Тоже пойду, дай Бог здоровья будет. Так что в одном месте не сидим, невзирая на работу, активно ведем образ жизни. На охоту не так уж часто выскальзываем, потому что и работа, и спорт. Но пока есть силы и время, пока дает боги наши победу. Я же всегда говорю, что победу не я держал, а победу дали именно вот наши боги. Я истинный поклонник нашей веры якутской. Благодаря вот вере, у меня действительно сильное рвение к победе. Истинный, именно спортсмен, истинно верящий в Бога, в силы, он достигает больших успехов. Раньше вот в коммунистическое время люди верили в партию и шли. А сейчас у нас коммунистической партии нет. Поэтому надо обязательно, чтобы дух поднять, чтобы быть непоколебимым, чтобы характер, чтобы все было. Должен соблюдать и всегда думать о людях добро. Когда человек добрые дела делает, ему дают удачу. А удача находится в воздухе. Она очень тонкая. И она может чуть-чуть, удача может чуть-чуть, если бы в сторонку ушла, я бы мишень бы промазал, я бы сейчас за бронзу бился бы, еще бы неизвестно бы. И там судьба одной мишени, она очень сильно зависит. Вы верите, да, в эти силы? Да, и поэтому у меня как раз удача прискользнулась. Я не подвел, я попросил там наших богов. И мне действительно из 745 человек завоевать серебро, я сам даже никогда не знал, потому что такого количества участников я не участвовал в компакт-спортинге. Это очень много. И все были чемпионы своей страны, чемпионы Испании, Италии, Франции, Португалии, Венгрии, все эти, Норвегии, Швейсии и всех европейских плюс мировых государств, Америки там. Ну, конечно, да, колоссальный масштаб, но то и чемпионат мира. И я думаю, нас телезрители не простят, если мы не поинтересуемся у вас насчет планов по охоте. Идет у нас сезон охоты, и какие у вас планы в оставшееся время? Кстати, необходимо отметить, что по образованию Айял у нас геолог-охотовед. Биолог-охотовед. А, биолог-охотовед. Ну, вот какие у вас планы на это? Ну, я в последнее время люблю ловить карасей. Поеду там в Вилюйский луз другу карасей ловить, может быть, там несколько утрок пострелю и все. А лосей я не стреляю, потому что я сам у меня мясной бизнес, поэтому мне, когда у меня много мяса, нельзя стрелять. И уже 30 лет, ну, 25 лет, хотя я рядом лосей вижу, я не стреляю. Вот так вот. Мне кажется, это такой замечательный пример, когда человек знает меру и уважает все-таки дары природы. И, конечно, самое главное, это вот всему знать меру. Да, ну что ж, Айл, большое спасибо, что нашли время и посетили нашу студию. И, конечно, еще большее спасибо за то, что продолжаете радовать нас столь громкими успехами. Мы желаем вам удачи в дальнейших стартах. Но, дорогие телезрители, прежде чем прерваться на короткую рекламную паузу, мы напомним, что у нас в гостях был серебряный призер чемпионата мира по компакт-спортингу. Увидимся после короткой рекламной паузы. Дорогие друзья, с вами вновь телепередача «Спортклуб». Мы работаем в прямом эфире в студии Власи Сергеевич и Дарья Анкехова. Ну что, второй и третий блок мы посвящаем одним, наверное, из самых ярких и масштабных соревнований на мировом уровне. Это Всемирные игры полицейских и пожарных. И сборная России завоевала очень много медалей. Ну, конечно, огромную такую нотку внесли в это наши якутские спортсмены. Сотрудники МВД по республике Саха-Якутия. И давай представим наших гостей. Да, с большим удовольствием мы представляем вам наших сегодняшних гостей. У нас в студии победитель 18-х Всемирных игр полицейских и пожарных по боксу, мастер спорта России по этому виду спорта. Майор внутренней службы, заместитель начальника отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом Министерства внутренних дел по республике Саха-Якутия. Вячеслав Егоров. Здравствуйте. Владимир Флегонтов. Он также является победителем 18-х Всемирных игр полицейских и пожарных по вольной борьбе. Младший лейтенант полиции, инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции Межмуниципального управления МВД России Якутская. А также еще один обладатель золотой медали соревнований по вольной борьбе Всемирных игр, подполковник полиции, заместитель начальника отдела управления наркоконтроля Министерства внутренних дел по республике Саха-Якутия Николай Кузьмин. А также Ирина Осипова. Она является обладательницей двух золотых и двух серебряных медалей 18-х Всемирных игр полицейских и пожарных по легкой атлетике. Старший лейтенант внутренней службы, специалист отдела маркетинга и размещения заказов отдела организации тылового обеспечения МВД по республике Саха-Якутия. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, несмотря вот на столь многое количество регалий, обратимся в начале, конечно же, к Вячеславу. Вячеслав, немножечко истории вот этих Всемирных игр. Мы знаем, что это 18-е по счету, но хотелось бы узнать, когда все началось и насколько масштабны на сегодняшний день эти спортивные состязания. Добрый вечер, уважаемые жители республики Саха-Якутия, уважаемые любители бокса. Так, наверное, вы слышали, видели в средствах массовой информации о том, что с 8 по 18 августа этого года в городе Чинду Китайской Народной Республики проводились 18-е Всемирные игры полицейских и пожарных. На данных играх делегацию МВД России возглавляли начальник Тюменского института повышения квалификации генерал-майор полиции Владимир Александрович Иогалевич и руководитель отдела организации физподготовки ДГСК МВД России полковник внутренней службы Константин Анатольевич Зайцев. На данные возглавляли нашу команду, да? Так точно. Сколько человек было в составе? В составе было около 100 человек из Российской Федерации и 17 спортсменов именно наши сотрудники. Получается. И нашу команду МВД по республике Саха-Якутия возглавлял начальник управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Кутепов Александр Николаевич мастер спорта Советского Союза по вольной борьбе. Значит, на эти игры мы заранее подготовились. Подготовились. За месяц нас освободили, так скажем, от работы. И мы начали заниматься с ребятами заблаговременно, получается, по видам спорта. И, значит, 5 августа мы вылетели в город Чинду. Вот. Я хочу рассказать чуть-чуть о предысторию игр, да. Наши игры, всемирные игры полицейских и пожарных зародились в 1985 году в Калифорнии. И с этого года по нечетным числам, получается, раз в два года наши игры проводятся. Ну, основная цель, значит, наших игр это сплочение, борьба, укрепление здоровья. Ну и 17 спортсменов завоевали в общей сложности 22 медали, верно? Это верно. Больше всего медалей мы завоевали по какой дисциплине? По вольной борьбе. Вольной борьбе. Далее у нас идет бокс. Бокс, легкая атлетика, джиу-джитсу и плавание. Плавание. Вот так вот. Вы представляете, 22 медали в копилку сборной России. Вот я думаю, телезрителям очень интересно знать, каким образом ведется отбор сборной команды России на всемирные игры полицейских и пожарных. По этому поводу я расскажу. Вообще, в основном по дисциплинам, именно по вольной борьбе я хочу сказать, что всем известно, что вольная борьба как бы у нас, республики, ну и сильнейшая как бы в Российской Федерации. И в Министерстве внутренних дел, как бы по работе с личностями очень сильно ведется работа также привлечения спортсменов, именно вольников, которые выступали на международном как бы арене. Например, взять Владимир Флегонтов, его все знают. Есть призеры России по взрослым. Это Степанов Виктор и Егоров Вячеслав, также Конан Матаркин. Ну, все такие известные борцы. они сейчас работают в Министерстве внутренних дел. И как бы зародилось уже то, что наша республика представляет именно по этим играм наши сборные по вольной борьбе. Потому что ну, уже себя зарекомендовали, как постоянно приезжаем с медалями и как бы к нам очень большое доверие. Также по другим видам спорта, например, по боксу, по лёгкатлетике уже смотрелись предыдущие соревнования. Потому что до этого как бы тоже проводились и европейские игры и тоже всемирные игры в Лос-Анджелесе там и по линии Динамо до Испании. Поэтому как бы уже себя зарекомендовали и нам уже добро дали именно наше министерство. Ну, то есть вполне логично, да, на соревнования столь высокого масштаба едут те спортсмены, у которых лучшие результаты. Действительно. Вполне логично. Ну что ж, если переходить к конкретике, да, вот, например, у нас в студии сегодня собрались спортсмены, которые выступали в соревнованиях по боксу, в вольной борьбе и лёгкой атлетике. Давайте пойдём по порядку, да. Давайте начнём с бокса. Мы знаем то, что на этих соревнованиях, вот вычитал я, да, в интернет-источниках, то, что спортсмены сборной России завоевали все золотые медали участие. Так точно. Да, и вот у нас как раз-таки один из тех. Да, один из триумфаторов соревнований именно в боксе. Вячеслав, расскажите, пожалуйста, вот о ходе состязаний именно вашей весовой категории, насколько был высок уровень конкуренции. Ага. Ну, в моей весовой категории приняло участие ровно 16 спортсменов, и я перечислю, какие страны. Это получается с Индией, с Пакистана, с Северной Кореи. Я представлял Российскую Федерацию, и большая половина это спортсмены из Китая. Получается. Китай, как вы знаете, делится по провинциям. Получается, там Тайвань у них отдельно, Гонконг и так далее. Вот, я выступал в весовой категории до 63,500 грамм. Получается. И, значит, просто хочу сказать, что соревнования по боксу, да, на таких, так скажем, уровнях проводятся очень долго. Мы боксировали одну неделю. То есть, как соревнования начались, так и до конца, до закрытия. Очень тяжело в психологическом плане в этом, надо это все выдержать, такой накал. Я вот, ну, завидую чистой завистью, да, своим коллегам, вот, борцы, там, судаисты и так далее, по плаванию, хоть по бегу. Решается вопрос, ну, один день, два дня, может быть, да, уже ставится точка на дай, либо ты выиграл, там, вторым стал третьим, да, в боксе, вот в этом плане, чуть-чуть тяжеловато, в психологическом плане. Ну, мы начали боксировать с десятых числов, августа получается, предварительно, взвешивание прошли и так далее, и уже со следующего дня начали боксировать. По правилам АИБа, по правилам АИБа, три раунда по три минуты, значит, нас, значит, развели, значит, ну, сильнейших развели по группам и так далее, и я в первом бою попался на представителя Пакистана. Я даже помню имя, Саид Хан, очень такой упористый спортсмен, я думаю, что на, ну, на всемирных играх приезжают достойные спортсмены, сильные, получается, представлять свою страну, и я с ним отбоксировав, прочувствовав ринг, выиграл по очкам, у боксеров есть, ну, так сказать, не только примета, да, вообще первый бой всегда трудный. Главное вкатиться. Да, главное вкатиться. И второй бой попался у меня представитель Китая с Гонконга, я его выиграл, вышел в полуфинал, и за выход в финал у меня вышел очень сильный спортсмен из Северной Кореи. Из Северной Кореи, вот с ним пришлось мне повозиться, так скажем, и я, так скажем, ну, выиграл его. Так скажем, выиграл, да? Вячеслав, сразу возникает вопрос, все-таки вы профессиональный, вот именно, боксер, или все-таки начинали с любительского, и сейчас... Нет, это, я вообще этот бокс, да, любительский бокс. Любительский бокс. Вот. То есть, а в юношестве не занимались профессионально? Ну, я начал заниматься боксом, наверное, в 14 лет в Валекинском районе. Вот. И с тех пор? И с тех пор занимаюсь боксом. Отлично. И в финале вышел у меня местный спортсмен в финальном бою. Хозяин ринга. Хозяин ринга, китаец. И мне сразу сказали, что в равном бою, Почислав, тебе не дадут победу. Надо... С запасом выиграть, да? Надо выиграть на выше... Да, получается. На голову, либо уронить. Ну, я вторую задачу выполнил на 100%. Получается, послав, так скажем, нокаут, выиграл финальный бой. И таким образом я стал победителем всемирных игр полицейских и пожарных. Да, вот, если говорить о вашем послужном списке, вот какими еще достижениями вы можете, так сказать, похвастаться? Именно всемирные европейские, если брать? Да, ну, я в прошлом году выиграл европейские игры в Испании по боксу, получается. Ну, и являюсь призером на республиканских турнирах, всероссийских турнирах. Помимо этого, я занимаюсь рукопашным боем, являюсь бронзовым призером всероссийских соревнований, в Южно-Сахалинске и так далее. Вот такой у нас, Вячеслав. Вот именно победе в прошлом году как кандидата в сборную для участия во всемирных играх. Переходим к Владимиру. Да. Владимир, вы у нас выступали в дисциплине вольная борьба. Да. Как оцениваете свое выступление и какова была конкуренция? Ну, конкуренция, конечно, у нас всегда в борьбе, но сильная у нас конкуренция всегда была и будет. Ну, что сказать про борьбу, да? По правилам Филла было это. и на тот же день, эх, не, на тот же день, взвешивали и на следующий день мы боролись. И все, на один день все закончилось. Ну, сколько схваток провели вот на пути к финалу таким получил? в первом кругу я с индусом боролся, но он травму получил. И второй круг за выход в финал из России, из Дагестана, Шамхалов Амир был. Вот его выиграл. Ну, и потом вот в финале китайцы тоже. Китайцы тоже выиграли? Да. Ну, да, у нас в среднем весе где-то было по 7 человек и каждый провел где-то, ну, схваток 4. Вот это в один день было. Да. Поэтому конкуренция большая, но в основном там были наши соперники, это монголы и индусы. У индусов вообще приехала, ну, сильная сборная и в основном конкуренцию они составляли нам. Ну, в принципе, те страны, где традиционно единоборство на высоком уровне. Ну, а как же выступила Ирина на 18-х всемирных играх полицейских и пожарных мы узнаем сразу после рекламной паузы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Да, дорогие друзья, мы продолжим общение, но прежде чем перейти к Ирине, мы продолжим общение с Николаем и узнаем, как же он выступил на этих соревнованиях. Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами. И мы продолжаем прямой эфир программы «Спортклуб». Напоминаем вам о том, что сегодня в студии у нас находятся победители 18-х игр полицейских и пожарных. Да, и перед тем, как уйти на рекламную паузу, у нас Николай Кузьмин победитель этих масштабных соревнований по вольной борьбе начинал рассказывать о том, как же ему удалось добиться успеха. И я думаю, сейчас Николай с большим удовольствием продолжит. Сколько было спортсменов в вашей весовой категории? Отметим то, что выступали в весовой категории. В моей весовой категории было 7 спортсменов. Это получается один россиянин, два с Китая, монгол, с Турции был и кореец был один. И получается мы с россиянином разделились по разным группам и с каждым группам мы вышли победителями. Ну, в полуфинальных схватках выиграли и в финале уже встретились. Ну, что скажете насчет своего соперника по решащей схватке? Сложно было, не сложно. Знакомы ли были с ним ранее? Да. Приходило, в финале я встретился со своим земляком, так получилось. и самая напряженная схватка была именно финал. Вот так вот. И с каким итогом завершился? Я выиграл с небольшой разницей. По очкам. По очкам, да? Ну, в смысле, а вот итоговый счет? 4-3. 4-3. Напряженная борьба, действительно, об этом говорят цифры. Ну, что ж, и мы сейчас перейдем к Ирине Осиповой, у которой... 4-й. У которой, да, вот 2-4 медали, 2 из них золотого отлива и 2 серебряного отлива. Ну, и на прошлых играх, не на прошлых играх, а в прошлом году на европейских играх, если я не ошибаюсь, Ирина, вы также заработали, завоевали вот тоже немало медалей, да? 5 золотых было и 1 серебро было. 6 было тогда медалей. Ну, здесь просто, а даже и комментировать-то уже, как-то начинать, не знаем, с чего начать. Ну, расскажите, наверное, все-таки про 18-й Всемирные Игры, да? С какой, ну, раз уж у вас уже в копилке столько медалей, какую цель перед собой ставили и все-таки достигли ее или где-то немножечко что-то упустили? В начале вот спортивного года, я так начинаю, с сентября у меня тоже новый спортивный год начинается, да? Потому что я непрерывно тренируюсь, потому что легкая атлетика требует непрерывной ежедневной тренировки. У меня есть тренер Колесов Дмитрий Васильевич и Тартакынова Диана Дмитриевна. Мы с ними в начале спортивного года поставили план и в этом году главный старт мы ориентировались вот именно на всемирные игры полицейские. Мы сразу тогда уже изучили погоду в Ченду, какой там климат будет, посмотрели, что будет плюс 36 градусов, программу игр посмотрели. Почему у меня сейчас 4 медали, а не 6, да? Такие вопросы тоже мне задают, потому что в прошлом году легкая атлетика именно стадион были в начале соревнований. После этого были кроссы, бег по шоссе и так далее, да? А в этот раз все наоборот. Все начиналось с полумарафона, бег по шоссе, кроссы, потом только стадион. Стадион был в течение 6 дней, поэтому мои тренера уже мне сказали, кросс, шоссе, уже не будешь поступать, потому что после этого бегать, выходить на дорожку будет тяжело. Поэтому мы уже начали готовиться на 4 дистанции. Я выиграл за бег 5000 метров и 10 километров. Зимой было сделано очень много объемов, чтобы добиться именно хороших результатов на этих дистанциях. Было проведено два учебно-тренировочных сбора в городе, в Кисловодске. А серебряные награды у меня в забегах на 1500 метров и на 800 метров. Ирина, ну не каждая даже, наверное, профессиональная спортсменка может похвастаться такими достижениями. Сразу вопрос. Когда вы пришли в легкую атлетику? Я пришла в легкую атлетику в 12 лет, но потом, когда я учебу закончила, в университет в 2005 году я завершила спортивную карьеру, ну так для здоровья иногда и бегала. Потом в 2014 году я устроилась в Министерство внутренних дел и мне конкретно сказали, бывших спортсменов не бывает. Возвращайся. Да, возвращайся в спорт, потому что есть у нас внутренние ведомственные соревнования там среди отделений, отделов и подразделений. Я с того же дня начала, ну так, потихоньку бегать, потом опять почувствовала вкус, так и вернулась с 2014 года в спорт. Помимо этого я, допустим, выступаю на республиканских всех соревнованиях, я неоднократная чемпионка республики по легкой атлетике. Вот летом в Амге прошла седьмая спартакиада, я там выиграла две дистанции, два золота и одно серебро у меня было. Также выигрывала чемпионат Дальнего Востока по легкой атлетике. В прошлом году ездила в Иркутск на всероссийские соревнования, там заняла второе место. Вот так вот. В общем, я активно занимаюсь. Не привыкать, да, собирать такие медальные урожаи. Ну что ж, дорогие друзья, выслушали мы впечатления от участников всемирных игр и давайте сейчас я предлагаю в ночь обратиться к цифрам. Сборная России завоевала первое место в неофициальном медальном зачете на этих играх, завоевав 178 медалей, в том числе 91 золотую, 51 серебряную и 36 бронзовых наград. Свою лепту, конечно же, внесли и сотрудники Министерства внутренних дел по республике Саха-Якутия, они в копилку сборной России принесли 22 медали, как мы уже говорили в начале нашего общения, то есть это 12 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград. И отсюда такой вопрос, состоялось ли уже честование спортсменов, вот, как оценило руководство ваше выступление? Ну, скажем, честование еще не проводилось, запланировали мы проведение честования наших спортсменов 4 сентября в 15 часов. Ну, совсем скоро. Совсем скоро, готовитесь. Совсем скоро, да. И хотелось бы сказать, помимо нас еще, вот, хотелось бы отметить Федора Гаюкина, который принес два золотых медали по грепплингу и по джиу-джитсу. Вот, и Александр Маеда принес два бронзовых медали, получается. Вот. Вот такие у нас ребята, По другим дисциплинам. по другим дисциплинам. А вот давайте все-таки немножко поговорим про атмосферу, которая царила на этих соревнованиях, потому что очень много спортсменов, очень много стран. И вот ваши личные впечатления, да? Это практически 79 стран приехало на эти соревнования и делегация Якутска, о, Якутия, значит, бывшая, наверное. На этих играх было 76 стран, участников около 10 тысяч. И как мы приземлились в аэропорт Чинду, нас уже встречали волонтеры, автобусы уже ждали нас, потом отвезли в центр аккредитации, нам бейджики выдали, и этими бейджиками мы во всех метро, во всех достопримечательностях, вообще в общественных транспортах могли ездить бесплатно. Также всем участникам раздали китайские симки, мы были так удивлены, потом нас отвезли в гостиницу, с гостиницы по объектам соревнований бесплатно возили каждые 20 минут. Вот такая организация. И мы сразу подумали, какая хорошая организация. И вот на следующий день у нас открытие, там вообще мы почувствовали, что мы побывали в Олимпийских играх. Сюрпризом на открытии вышел Джеки Чан, наш знаменитый, всемирный, известный, и поздравил всех участников, и спел дуэт. Это было вообще что-то. Стоит отметить, да, то, что Джеки Чан, все мы его знаем как прекрасного актера, как прекрасного режиссера, продюсера, но он также очень талантливый певец, и он выступал как раз-таки на открытиях летних Олимпийских игр в 2008 году в Пекине. Ну, это тоже говорит о масштабе всемирных игр, раз выступает товарищ Джеки Чан. Ну что ж, давайте продолжать наш разговор. Вот, например, есть всемирные игры, есть европейские игры. Какие соревнования проводятся между силовыми ведомствами у нас в республике? И проводятся ли, да? Да. Какие вот идеи может быть есть? Аналогичные. Ну, аналогично. У нас каждый год проводится чемпионат Динамо, где все правоохранительные органы участвуют в данных соревнованиях по видам спорта. Там и волейбол, и самбо, мини-футбол, ну, множество таких соревнований, но календарный план входит. И, соответственно, в конце года уже определяется та команда, у кого больше, как бы, больше побед там, именно касается Министерства внутренних дел, она разделяется на Министерство внутренних дел и на ОВД, как бы, ну, две команды, ММО Якутская. Так же проводятся чемпионаты МВД России, чемпионаты Динамо России, вот, по таким же прикладным видам спорта, которые у нас в республике проводят. А вот возникает вопрос, все-таки у вас насыщенный рабочий график, и поскольку часов вы лично, каждый из вас занимается вот своим видом спорта, дабы достичь вот таких результатов, ведь многие, наверное, из вас сутками проводят на работе, да, и как умудряетесь, успеваете, вот каждый из вас, давайте начнем с Вячеслава, сколько часов в неделю или в день вы проводите в спортзале? Ну, скажем, я стараюсь заниматься ежедневно, получается, спортом, так бы, после рабочего времени. После рабочего? стараюсь уделять где-то, ну, полтора-два часа, приезжая домой очень поздно, так скажем. Семья видит вас редко. Владимир, вы сколько? Ну, тоже так же. Так же, да? Да. У Николая? Ну, у нас, получается, в первую очередь, конечно, это служба, служба, работа, в первую очередь, потом у нас есть утвержденный график в министерстве, какая служба должна заниматься в неделю. У нас на Полине Осипенко есть спортзал, где для каждой службы есть определенные часы. И получается, именно управление наркоконтролем в неделю выдано два часа. Два раза в неделю, получается, полтора часа. И в это время стараемся, если это не касается интереса службы, посещать спортзал и держать себя в форме. в форме. Молодцы. А Ирина? Я тренируюсь очень много. С утра? Да. У меня выходной день раз в семь или раз в десять дней от цикла подготовки. У меня тренировки каждый день и иногда день в два раза. Допустим, у меня служба начинается с девяти, у меня ребенок первоклассник был в прошлом году, учится с восьми, поэтому у меня первая тренировка начинается в пять-тридцать либо в шесть, потому что я без пятнадцати в восемь уже должна быть в школе с ребенком. Представляете, Ирина успевает все. И мама, и спортсменка. А вторая тренировка уже после шести. После службы. Вот так вот. Вот у меня такой вопрос есть. На службе есть уставные отношения. Что касается спортзала, например, вышли в спарринг и против себя выступает человек ниже, младшим званием. А вот как идет общение вообще? Есть такое? Поговорка же есть в бане нет генералов. Ну, также у нас аналогичные ситуации. В спортзале, конечно, такого нет. Какие у вас дальнейшие планы, когда мы будем за вас вновь переживать и держать за вас пальчики крестиком? Ближайшие планы? Ближайшие планы дальше служить родине. А в мире спорта? В мире спорта. В следующем году у нас должны провестись европейские игры в Нидерландах. Будем принимать участие в данных играх. И пользуясь случаем хотелось бы выразить благодарность руководству МВД по республике Саха-Якутия во главе генерала-майора полиции Прокопенко Владимира Николаевича, заместителя министра внутренних дел, полковника полиции Константина Константиновича Неустроева, заместителя министра МВД по республике Саха-Якутия, полковника юстиции Лукину Александру Ивановичу, заместителю министра полковника внутренней службы Климову Владимиру Александровичу, начальнику управления по работе с личным составом полковнику внутренней службы Кутепову Александру Николаевичу, Николаю Ивановичу Кульбертинову и всем-всем руководителям, которые нас поддерживают, нас вот благодаря им, скажем, у нас есть вот такие победы, вот такие победы. Да, ну а мы в свою очередь благодарны вам за то, что радуете нас своими победами, дорогие телезрители. Мы напоминаем вам о том, что у нас в гостях были победители и призеры Всемирных Олимпийских игр, которые добились высоких результатов в составе сборной России. Дорогие друзья, мы увидимся с вами после короткой рекламной паузы и будем говорить о футболе. Вы смотрите программу «Спортклуб» и у нас наступает заключительный блог, которым мы посвящаем большому футболу. Да, уже в эту субботу на главной арене республики, на стадионе «Тоймада». В 14.00 у нас стартует очень ответственная игра, матч девятого тура между футбольными клубами «Арктика» и «Союзавта». Эта встреча, по итогам этой встречи, будет выявлен чемпион города Якутска среди команд высшей лиги. Ну и, как вы уже догадались, дорогие друзья, мы пригласили в студию участников этой встречи. С большим удовольствием представляем вам гостей. У нас в студии игрок футбольного клуба «Арктика» Олег Ивочкин, а также председатель Совета футбольного союза города Якутска Алексей Адамов и игрок футбольного клуба «Союзавта» Илья Павликов. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и, конечно, первый вопрос к Алексею. Расскажите нашим телезрителям про этот чемпионат и какова ситуация на данный момент. Ну, на данный момент в высшей лиге практически все игры сыграны. Остался последний тур, и к которому волей жребия так получилось, что в последнем туре встречаются команды «Союзавта» и команда «Арктика». И они же все предыдущие свои игры выиграли. То есть, без поражений, без ничьих дошли до последней игры. Да, ну, разница мячей сейчас преимущество имеет команда «Арктика». Так что, теоретически их устраивает ничья. Но, я думаю, зная Владимира Никитича Юрьева, он вряд ли будет настраивать своих ребят на ничью. Ну, и также зная команду «Союзавта», которая никогда не играет на ничью, всегда на победу. То есть, тут можно ждать бескомпромиссной игры. Будет на что посмотреть, мне кажется, да? Безусловно. Действительно, Алексей верно подметил, что волей случая, волей жребьев так получилось, что в заключительном туре финал у нас такой. А если обратиться к турнирной таблице, то сейчас, да, по качеству, по разнице забитых и пропущенных мячей лидирует у нас «Арктика». «Арктика», команда у нас набрала 21 очка и столько же баллов у «Союзавта». Ну, тут, как я вот посчитал, да, вот сейчас сидя, 8 мячей, ну, по разнице, да, преимущество у «Арктики». Ну, давайте пообщаемся с участниками этого матча. У нас представитель футбольного клуба «Арктика» Олег Ивочкин. Для тех, кто может быть, ну, для любителей, да, якутского футбола, которые, может быть, задаются вопросом, что за новый коллектив. На самом деле, нет. Это коллектив, который давно известен. Это игроки, которые выступали в молодежном составе футбольного клуба «Якутия». Также раньше команда была известна как «Молочный дождик», затем «Кэшбери». Ну, и сейчас этот коллектив называется «Арктика». И все это время ребята выступают под руководством многоопытного тренера, одного из выдающихся специалистов нашей республики, Владимира Никитовича Юрьева. Ну, и так, Олег, какова атмосфера внутри команды и каков настрой на игру, которая состоится в субботу? Атмосфера в команде в целом очень хорошая. Ну, вот мы с каждым разговариваем, общаемся перед игрой, настраиваемся на тренировках, обсуждаем какие-то моменты где-то разыграть, как вне тренировок собираемся, сидим вместе, ходим в баньку коллективно. Ну, каждый выходной стабильно у нас там баня, как полагается. Ну, Никитич говорит нам, давайте, пацаны, там после игры надо пропариться, все хорошо, чтобы было. В целом, настрой на игру у нас боевой, как обычно. С «Союзом авто» играли постоянно. Вот, у нас прям дерби с ними. Ну, каждый раз они нас переигрывали, можно сказать, в те разы. В этот раз, я думаю, мы постараемся показать лучшую игру. Также и желаю удачи команде «Союз авто». Ну, действительно, стоит отметить, что противостояние между «Арктикой» и «Союз авто» становится уже классикой. Классикой, да, да, постоянно. Сколько было матчей на решающей, как раз таки, стадии различных турниров. А у Ильи? Да, Илья Павликов, игрок футбольного клуба «Союз авто». Ну, и каков же настрой у вас, я уверен, потому что так же боевой? У нас рабочая атмосфера, потому что команда «Союз авто» всегда борется за высокие места. Состав более зрелый, чем у команды «Арктика». Ну, это является и плюсом, и минусом нашим. В команде «Арктика» ребята более молодые. Молодые. Амбициозные. Амбициозные. И мое мнение, что на вершину забраться легче, чем на ней удержаться. Но у нас состав очень мастеровит и опытный. Уже не одна игра за плечами и финальная. И команда «Союз авто» это как бы команда с большой буквы, имеет большие традиции, имеет большой выбор игроков. И все ребята с большим колоссальным опытом. У нас много ребят, которые играют в составе «Союз авто», являются и тренерами детского футбола. Как и вы, Илья. Да, да, да. Вот тот самый тренер, да. Илья, ну вот если вы знаете плюсы и минусы команды «Арктика», вы назвали все-таки это возраст, да, то ли плюс, то ли минус, это еще спорный вопрос. А что касается Олега, вот как вы считаете, сильные стороны «Союз авто» и слабые, возможно, вы для себя же все равно как-то обсуждаете? Да, подмечаем. Ну, сильные стороны у них как бы хорошая игра в пас, контроль мяча, и все как бы у них ребята габаритные, то есть потолкаться могут, нападения у них хорошие в целом. А про слабые стороны, ну, не знаю, не могу сказать, прям есть какие-то конкретные слабые стороны. У них и вратарь хороший, и оборона хорошая. Так что в целом просто кто будет лучше играть, тот и победит. Ну, а про Арктику, как раз таки вот и можно сказать, да, то, что многие отмечают, футболисты, то, что очень хорошая школа, в первую очередь, конечно же, в Арктике, ну, и функционал очень хороший, то, что тяжело перебежать подопечных Юрьев, это практически невозможно. Шустрые ребята. Да, и Олег, такой вопрос, сейчас у тебя в активе семь мячей, правильно, да? Семь забитых мячей, и ты участвуешь в гонке бомбардиров, и как раз таки ты сейчас разделяешь, вот, кажется, вторую позицию со своим одноклубником Игмаром Тереховым. У вас по семь мячей, и лидером у нас гонки является одноклубник Ильи, Дмитрий Ковурдаков, его активит 13 мячей. Есть ли вот надежды... Догнать. Нет, есть ли цель вообще, вот, догнать, перегнать Дмитрия Ковурдакова? Ну, я не знаю, вот... Как получится, да? Получается, в том году, почему я не играл, как бы, полностью всю Люгу, так как я улетел поступать в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге учусь, вот, а в 17-м году я получил бомбардиры и на республике, и на городе, так что мне этого хватает, в принципе, пускай Дима получит в этот раз. Вот так вот, да? То есть, ничего страшного, отдам, да? Надо на игрока играть, тогда лучше. Хорошо. Ну что ж, в субботу у нас завершается, стоит отметить, что чемпионат не только среди команд высшей лиги. Алексей, пожалуйста, расскажите о том, какие соревнования идут и среди команд вот еще других лиг. Параллельно у нас еще проходит чемпионат среди команд первой лиги, где сейчас лидерские позиции делят команды Ростелеком и Коммунальщик, которые тоже идут без поражений. И у них как раз тоже, ну, в это воскресенье они будут 12 часов играть, можно сказать, решающая игра за первое место в первой лиге команды Ростелеком и Коммунальщик. То есть, ну, сейчас Ростелеком собрал неплохую команду, тренер у них, ну, все занимаются, тренируются, то есть, амбициозные цели ставят выйти в высшую лигу, там погреметь, может быть, конкуренцию в будущем составить. То есть, команде Арктика Юсавта. Ну, и, я думаю, стоит отметить, да, Алексей, то, что по завершению этого чемпионата у нас большой футбол, сезон большого футбола не завершается, нас еще ждет чемпионат Республики, то есть, в борьбу ступят уже и команды муниципальных образований. С какого, по какое число пройдет и какой будет формат? На стадионе Туймада с 11 по 15 сентября пройдет чемпионат Республики по футболу. Три команды от города участвуют по результатам прошлого чемпионата, прошлого года, это чемпион прошлого года, команда Ирбис-99, команда Арктика и команда Союз Авто. Три команды. Ну, и те же самые команды у нас фактически от города будут в следующем году участвовать, потому что досрочно команда Ирбис-99 тоже обеспечила себе третье место, а вот за первое, второе будет как раз играть Союз Авто с Арктикой. Вот. В каком формате будет зависеть от того, сколько команд приедет, ну, потому что все-таки там, ну, финансы упираются, некоторые проблемы, да, что кто-то сможет приехать, кто-то не сможет. Хотелось бы, конечно, чтобы приехали, ну, сильные команды с Мирного, с Нерюнгре, там, с Ленска, да, ребята. Ну, как говорится, мы предполагаем, да, на самом деле неизвестно, что будет. Ну, точно знаем, что будут команды Смегина-Кангаласского Улуса, Суселтанского, да, как бы они стабильно играют, Горный Улус, Намский, то есть состав будет участников, в прошлом году, по-моему, 8 команд участвовало, да, но в этом году должно быть не меньше. Ну, дорогие друзья, раз мы говорим о футболе, да, я предлагаю обсудить замечательную новость, я думаю, безусловно, все любители спорта и футбола, мини-футбола, в частности, прекрасно, ну, прекрасно знают эту новость, а мини-футбольный клуб Заря возвращается в высшую лигу, один год подопечные Олега Михайловича Марченко выступали в первой лиге и в этом сезоне ребята вновь будут покорять пьедестал почета в высшей лиге. И вернулись в команду игроки, которые составляли, да, костяк, это и Никита Евтушенко, это Афоня Федоров, также Яник Самплей, ну, и Дмитрий Матицын, и Алексей Костенко. Вот, эта новость, вот как вы отнеслись к этой новости и что бы вы хотели пожелать вот в столичной команде. Олег. Я хочу пожелать нашей якутской команде удачи, чтобы у них, ну, попадали в суперлигу уже, высшая, высшая, надо в суперлигу, как бы. Ребятам удачи желаю, не более. У Ильи. Ну, я чуть-чуть лучше ситуацию знаю, потому что имею отношение к этому коллективу, не в плане игрока, а в плане тренера, могу, не тренера, а именно взрослой команды Заря. Хочу отметить, что в этом году, помимо упомянутых высших игроков, там, Никита Евтушенко и Афони Федоров, которые, кстати, Афоня же в этом году был чемпионом России по высшей лиге, это, в принципе, очень большое усиление для команды Заря. Никита Евтушенко играл вообще в суперлиге, это тоже большущее усиление. Во-первых, ребята, они местные, представители именно якутского футбола. Плюс еще, насколько мне известно, есть два очень хорошо провивших себя. Недавно, если вы помните, одна из якутских школ выигрывала мини-футбол в школу, там было два замечательных игрока, Чекир Илья и Кузнецов Никита. Они часто выступают в команде Ильбис, насколько мне известно. Эти мальчишки поехали на сборы, которые сейчас проходят у команды Заря в городе Москва. Команда очень плодотворно готовится к участию высшей лиги. Насколько мне известно, в этом году больше будет воспитанников именно местного футбола у этого коллектива. То есть за эту команду надо сейчас будет больше переживать, потому что играют по сути местные ребята. Конечно, там же есть ребята, которые представляют там московский регион, но в современном футболе без этого никуда. Чтобы быть конкурентоспособным, надо собирать ребят, звенья, чтобы они друг к другу подходили. Хочу отметить, что в этом году все настроены позитивно и работа кипит очень большая. Олег Михайлович Марченко проделал хорошую работу и подтянул молодых ребят. То есть это как бы дается дорога молодым. Я думаю, это отлично, что у якутского футбола опять есть профессиональный статус. Вернулись, вернулись. Да, и стоит отметить, что уже в начале сентября будет сыгран матч первого тура высшей лиги и, конечно, по мере поступления информации мы обязательно будем вам сообщать, дорогие телезрители. Ну что ж, дорогие гости, спасибо, что посетили нашу студию. Ну а вам, дорогие телезрители, перед тем, как попрощаться, мы хотели бы напомнить, в эту субботу в 14.00 решающая игра между Арктикой и Союзавтра приходите и болейте футболом. Ну а мы с вами увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова